Сегодня состоялась пресс-конференция министра финансов Светланы Янилиной. Главный финансист республики подвела итоги работы ведомства за прошлый год и ответила на вопросы журналистов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Базовый неблагоприятный и стресс-сценарий. Об этих трех возможных вариантах развития экономической ситуации Светлана Янилина говорила еще в конце прошлого года, когда верстался бюджет года нынешнего. На сегодняшний день события развиваются по второму варианту. Но несмотря на не очень благоприятную обстановку в республике, обязательства социального характера будут выполнены в полном объеме. При любых обстоятельствах все социальные обязательства Чувашской республики выполнят перед гражданами. Это социальные выплаты, это пособия разного характера. То, что является прямой обязанностью и полномочий правительства республики. Но я уже говорила, что ряд инвестиционных проектов, которые планировалось начинать стройку с этого года, то, соответственно, они будут пересмотрены. И исходя из возможностей бюджета, возможно, мы их и не будем начинать в этом году. А акцент сделаны именно те объекты, которые мы должны завершать. На встрече говорилось и о реализации антикризисного плана. Как известно, он состоит из двух блоков. Первый – обеспечение поступления доходов. Второй – оптимизация расходов. Несколько решений по оптимизации расходов уже было принято решением главы Чувашской республики. Это сокращение и госслужащих, это сокращение денежного вознаграждения главой Чувашской республики, председателя кабинета министров, председателя госсовета и министров. По словам министра финансов, большая часть средств в этом году направлена на поддержку сельского хозяйства, здравоохранения, на развитие физической культуры и спорта, образования. Увеличены расходы на ремонт и реконструкцию дорог. Евгения Егорова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Пересчитать.